Всех приветствую на своем канале. У нас наступило наконец-то лето, тепло, все такое. Сегодня, правда, градусов 20. Я выходила на балкон, янула. Но все равно вчера было вообще жарко. И вообще последние 3 дня, чуть меня так все кому не лень доставали. И я вот наконец-то сподобилась. Вчера вообще собиралась. Но как-то вот не получилось записать видос. На опрос, не считай меня, еще 2 человека поставили, да? Я думаю, просто, может быть, действительно никому это особо не интересно. Но тогда бы была куча нет. С другой стороны, все-таки лето, и люди купаются. Вот я в воскресенье была на Дневарине у знакомых. И на левом берегу, и получилось, что подрогала воду. Если бы меня хотя бы предупредили заранее, ну, или что, приехать в купальнике, а не просто взять с собой. Ну, мы туда вышли буквально на 10 минут. Мне, правда, объяснили, когда туда можно доехать на велосипеде. Я там была уже второй раз в жизни. Когда давно с подружкой мы, с тогдашней моей подружкой Анькой, мы ходили пешкодралом, немножко другой дорогой. Но именно на ту часть, на Волгу, со стороны левого берега. Как-то так. Вода теплая, ветер очень был сильный. Такие волны были. Я думала, что искусственные. Ну, от какого-нибудь там прошел теплоход. Но именно от ветра были волны. Ну, в общем, и сподобилось я все-таки записать видос про этих кукол. Оставшихся у меня. Потому что была еще такая большая в виде ребенка. У меня, походу, дело тетя ее захапала. И вообще не заметила, когда это случилось. Ника ее звали. Хотела я ее писать, обозреть. Но вот уже. Увы, осталась от этой Ники только одежка. Ну, и тоже я ее думала отдать уже родичем. Потому что как это там Ника без одежки была. Ника, по-моему, еще при этом моя конкретная кукла была. Может быть, там на фотках или как-то на видео где-то она затесалась. Потом еще какие-то куклы были. То ли мне их покупали, то ли это мамины были. Тетя Катя их фиг знает. Ну, короче, как-то так. У меня тут одна кукла есть вообще без понятия, что это за кукла. Но вот ее Катя оставила. И, как обычно, вот насчет Барби. Там нашлась одна девочка, с которой мы общаемся, кстати. И вот ей еще там завесок будет посылаться. Тут нашла еще несколько вещей от Барби. сшитые, тут, по ходу дела, свадебное платье или что в этом роде. Там еще какая-то хренатень была. В общем, вещи для кукол Барби, которые я посылала Диане. Как там-то говорит? Диана, привет тебе, если ты меня смотришь. Ну, я как бы в курсе, что она меня смотрит. И человек, вот, ну, знаете, такая радость. Я нашла кучу всяких там вещей. Вот даже сейчас покажу. Не то, что вещей вот здесь, вот, ну, не считая двух-трех материала, полотна какого-то с Каней. Тут, в основном, куча обрезок с Каней. То, что я все время собирала, там, мама еще откладывала, там, она у меня шила хорошо, шикарно, в общем. Она и вязала. И спицами, и крючком. Ну, и, в общем, да, вот мама вязала, ну, понятно. Не каждый так смогет, я думаю. Сам ее не похвалишь, никто не похвалит, да? Да, в общем, очень много обрезков от Каней. Я раньше тоже шила и на пупсиков, и на кукол. В основном на мелких барби. Нашла кучу одежды для мини-барби. Но самих кукол что-то я не нашла. Может, они уже... Помню, что их было две, но, может быть, или они уже тогда кирдыкнулись и их выкинули, или они все-таки мне где-нибудь еще попадутся. Если попадутся, то их обозрю. Даже если из желающих будет только я одна сию посмотреть. В смысле, как там в вопросе отметились. И я когда увидела этот кучу-кучу материала, там целая коробка была всякого разного, отбирала, я сразу подумала про Диану, думала, ну, ей бы так вот это послать. С одной стороны, кажется, что как бы человека не обидеть, с другой стороны, оказалось, что... Вот в этом плане у меня есть преемник. Человек сьет эту одежду до кукол, и вообще я так в восторге в таком. И ей это нужно, материал этот. И мне вроде как куда-то не выкинуло, а человеку отдал. В общем, потом буду посылать. И думаю, что остатки былой роскоши, одежду нормальных, больших барби, я тоже отправлю. В общем, и к чему этот видос? Некоторых кукол я бы с радостью отдала в хорошие руки при встрече или там почтой России так же как-нибудь. Ну, в общем, если вдруг год у кого желание. Ну, если не будет желания, то я потом просто выложу, может, на Авито, а Авито или как-то оно просто типа как отдам даром, да? Может, кому-то пригодится, может, кто-то это себе любит. У меня тут даже обувь есть всякая разная. Правда, не знаю, на каких кукол. Вот эту, наверное, на ту куклу, которая размером как новорожденный ребенок, Ника была. В общем, вот кукла, которая, наверное, времен мамы, потому что я вообще не знаю, я ее сейчас одела на нее. Вообще, там вот у меня два мешочка такого гардероба и всякого разного. Тут еще игрушки сама шиты. Если кому интересно будет, то могу записать видос, там, что, да, Леля когда-то шила игрушки сама. Не только одежку на маленьких мини-барби или там на пупсиков. Куча всего такого. Тут даже, кстати, маленькая куколка еще есть. Там где-то еще есть два маленьких пупсика. Один, по-моему, девочка, потому что на ней купальник нарисован, негр. А другой мальчик, наверное, потому что на нем ничего не нарисовано, и он не негр. Была вот такая куколка. Наверное, на ней было какое-то другое платье. Ноги у нее совершенно не действуют. Тут какой-то типа, не знаю, купальник, не купальник. Белье, короче, такое. Кукольное. Это, видать, я шила, судя по всему. В общем, ее я тоже могу кому-нибудь задарить, потому что мне, в принципе, она вообще как-то не нужна. Я даже забыла, что она существует. Тут где-то еще два пупсика. Но это я могу отдельной коробочкой пакетиком обозреть. Тут даже маленькая мебель для этих всяких... Ну, помню, что был еще такой столик, но тут только вот стульчик, табуреточка такая. В общем, если интересно, могу просто потом потрясти этим пакетом обозреть. В общем, вот такая вот у нас кукла. Ну, соответственно, у нее руки-ноги двигаются, как у обычных советских кукол. Глазки закрываются, если она... И вы ее положите. Я не очень уверена, от нее ли это костюм, но был какой-то тут вот одеженка, потому что на ней был какой-то сарафанчик, и я вот его снимала, одевала. Вот на ней был сарафанчик. Я подозреваю, что-то маман шила или... Ну, кто-то, в общем, шил. Может, бабушка даже шила. Что я вообще без понятия, что это за куклова, не поверьте. Тут даже кармашек есть. Вообще. Бабушка-то у меня тоже рукодельная была, на самом деле. И вязала, и шила. И вот, если кто смотрел видео из деревни, то там вот иногда в кадр попадают эти вышки на черном фоне. Бабушка вышивала Гладью и крестом. В общем, не знаю, чем там Гладью она вышивала или крестом на этих картинках, но она, в общем, очень рукодельная такая была. Как она говорила сама, что она 27 лет вышла замуж, потому что до того, как она вышла замуж за дедушку и ускакала в город, мечта у нее была такая уехать в город, из деревни, то, в общем, она много чего делала такого рукодельного, будучи в одевках. В общем, такая кукла безымянная, совершенно без понятия, как ее звать, жаждет кому-нибудь в добрые руки попасть. Адамдаром, так сказать. Кукла советская. Вторая кукла, это уже моя кукла, по-моему, таких две было, может быть, у меня и у Тани, может, у моей сестры Маши, не знаю. Ну, в общем, тетя моя сказала, что таких вроде как было две. У меня одна. Они назывались куклой Наташи. Вот кукла Наташа, это все шило на нее маман. В чем она была, я не помню. Ну, в принципе, в идеале, это лучше бы какому-нибудь одному человеку вот все это отдать. Вместе там с одежонкой, чтобы сам человек разбирался. Ну, может, у кого там есть это дети какие, которые не от компьютеров тащатся, а вот таких советских или обычных кукол. Или кто-то сам, может, кукол любит. В общем, глазки у нее закрываются, если вы ее положите. Вы ее поставите, а глазки у нее откроются. В общем, кукла Наташа. Я ей даже, наверное, играть была иногда. Ежик, который вот если кто-нибудь видел у меня, видео были такие, когда еще стеллаж был полный, и я еще не зашли туда мои шаловливые ручки, разобрать его на книжке и растащить по библиотекам и прочим. Там некоторые девчонки просто у меня кто-то забирал, ну, как знакомая, есть у нее младший брат и учится, и, в общем, какую-то книжку она там брала ему по школьной программе. Ну и, в общем, у меня там был такой то ли читальный зал в домашней библиотеке, то ли еще что-то, то ли какой-то СМР я снимала. И тут у нее в каментах был, что вот там такая кукла и смотрит. Вот это та самая кукла, которая на вас смотрит. Это ёжик. Это ёжик. Ёжик, значит, кукла ёжик. Кукла ёжик в своем собственном костюме. По-моему, на нее ничего не сшилось. Тут даже это зашито, может, что-то разрежалось, а фиг знает. Ну, в общем, кукла ёжик в таком слегка уже потрепотом костюме. Ну, в принципе, ёжик, он же в лесу живет, почти практически леший, так что ему нормально в таком прикиде ходить. В общем, кукла ёжик. Глаза у нее нарисованные. Соответственно, они не откроются, не закроются. Такие черненькие глазки с беленькими такими черточками, видимо, такие зрачки. Куклу мне, насколько я помню, привез папа. У нее там когда-то родня была, то ли в Коме, то ли на севере. Вообще, без понятия, где Коме находится. У меня такая кретиническая топографизма. Я понимаю, что можно посмотреть в Атласе или в интернете, или вообще где-нибудь там, гляну, где Токоме находится. Но где-то там у него родня была, часть родни. И вот он привез тогда ёжика. Я мелкая была. Кукла ёжик. Кукла ёжик сидела у меня. Ну, в принципе, и сейчас сидела, потому что я достала сюда, в комнате снимала. Потому что большой у меня такой бардак. Я разбирала шкафчик, нашла кучу вещей, которые вот как раз тут разбирают, мешочки всякие. Там, ну, не особо пройти. Я решила снимать в комнате. Часть ковра должна, наверное, быть видно. Может быть, не видно. Но здесь более-менее не бардак. В понятии таком. И, в общем, он всё ещё там сидит, потому что не все книжки я ещё разобрала, которые разбираю, которые себе оставляю, вложу на эту. Надо стеллажик пока что. Да-да, я всё ещё в этой квартире. К сожалению. Почему-то у нас как-то всё это застопарилось. Надеюсь, что всё-таки к концу хотя бы лета я съеду. Ну, и, в общем, у ёжка такие ямочки на щёчках. Тот самый ёжик, который кому-то казалось, что он так пырится в камеру. Злабый, да. А кто-то говорил, что они нормальные куклы. Вот те, которые считают, что это нормальная кукла, нормальные люди. Они добрые и пушистые. Не знаю, не трогала, но подозреваю, что они пушистые. Хотя бы изнутри. В общем, если вдруг кому захочется ёжика, могу тоже подарить. Он тут такой трёхшёрстный, коричневые волосики, чёрные волосики, белые волосики. В общем, вот такой вот ёжик. Ёжик. Я не знаю, видно его в камеру. Я так сажаю. Вот эта кукла, я сначала хотела её оставить себе. А потом думала, ну, в общем, я решила всё. Если кто-нибудь, ну, допустим, я бы Диане её подарила с радостью. Она, я не знаю, любит Диану. Таких кукол. Это, в общем, советская кукла. Мамина ещё. Насколько мне известно, она с моей тётей из Новосибирска, тётя Надя, покупала себе себе. И у тёти, и у мамы были такие куклы. В общем, платье, соответственно, по-моему, одежду вязала, по словам мамы, тётя Надя из Новосибирска. И вот у неё тут, даже не поверите, эти ноготочки на руках красненьким были изначально сделаны. Тут тапочки такие. Сейчас узнаем. И да, ноготочки на ногах покрашены красненьким изначально. Ну, суть такая, что это кукла, наверное, первая советская кукла, у которой усёгнула. И глаза у неё есть с ресничками такими чёрненькими, синие глазки, губки намалёванные, но глаза не закрываются. Зато у неё руки-ноги сгибаются почище, чем у Барби. Вполне себе такой человек. Ну, единственное, что она не крутится вокруг своей оси, возрече от Барби. Ну, вот, если кто вас жаждет, на неё, кстати, есть такая приличная одёжка, я бы её с радостью подарила кому-нибудь. Доброму, не злому человеку. И ещё две, которые я оставлю всё-таки себе. Это, вообще, это была какая-то девочка, по-моему, но мама сделала из неё кузьку, домовёнок кузька. Поточки связала, штанишки шила. Он у меня вообще стоял на стеллаже, но потом, есть у моей сетры, есть у меня куча сестёр, есть у меня много родни, да, есть собака, как-то приходила и скоммунизировала, и потом убирали. Ну, и, в общем, вот такой вот кузька. Советской такой, точнее, славянской такой рубашки в лопаточках. Чё на ней было одето, в упор не помню, хотя я тут вчера разбиралась, нашла какой-то такой голубой, типа как вот сарафанчик, не сарафанчик, этот, как эти, сэллиум это были, матроска такая, вот какая-то такая голубая матроска, может быть, от неё была, от этой изначально девочки, но у неё, у него только руки крутятся с головой. В общем, вот такой кузька себе оставлю. Ну, если сильно уломаете, то, может быть, подарю. Вообще, надо было её одеть, там ещё маленькая такая куколка была, и вот маленькая куколка, малышка, если кому интересно, я могу обозреть, но, кажется, я её обозревала, когда у меня кто-то ещё год назад просил там игрушки за стеклом, вот эти, всё, что было у меня там за стеклом, на тот момент, по-моему, она там стоит, потому что, наверное, я её обозревала, называлась она малышка, это я не помню, как её звали, вроде Маша, не Маша, по-моему, её слегка надо помыть, или она такая есть, ну, у неё ноги, по-моему, ну, её можно посадить, или как-то так, или не совсем посадить, но руки у неё крутятся вместе, и где-то на неё даже одежонка была, в общем, а, ещё я тут нашла привидение имени меня, могу кому-нибудь впинтюрить, только почему-то, а, это у него, видимо, ноги или руки, не знаю, мы там в детстве с сестрой всякой фигнёй страдали, вот, кстати, видимо, когда-то я собиралась шить, но так и не набила ничем, огромный пакет синтепона, если кому надо, то могу подарить, может, там шьёте какие-нибудь, или вяжете игрушки, я знаю, что вот одно время, или может, сейчас ещё популярно, у нас в команде была девочка, она, правда, ушла год назад, но она мне показывала фотки, она вязала там вот крючком вот эти всякие игрушки какие-то в стиле, в японском стиле, я думаю, что вот этим вот синтепоном можно это набивать, это, видимо, должен был быть кутёнок, соответственно, шился, по-моему, он тут руками, я даже шмотку какую-то себе шила, ну, так это вот, когда, когда-то там ещё была швейная машина, он частично шила руками, ну, и когда что-то там торкало меня, был сначала топик с рукавами солнцоклёж, а потом, как-то я получила, что я их переделала на юбку, двойной солнцоклёж, сиреневый шифон, даже выходила в этом прикиде, в 16 лет, по-моему, я и шила, выходила в этом прикиде, меня друзья тогда стебали, что типа, как вот у этой уринды была песня «Я ворона, я ворона», что-то в таком духе. В общем, родня, конечно, ужасалась, как я в таком хожу, а я как-то не напрягалась особо, что это может кем-то восприниматься не очень нормально. Ну, тут какая-то одежонка, короче говоря, там у меня ещё один букет, кстати, нашла, правда, ключик не нашла. Я помню, она мне очень радовала, вот так, курица, там её заводишь, и она вот так вот тык-тык-тык-тык-тык по столу, это не курица, правда, петух, такая советская игрушка. Если кто коллекционирует, тоже отдам, потому что всё равно, во-первых, хлам, место занимает, ну, хлам не хлам, но она лежала, я вообще даже не помню, что она у меня есть. Ну, как-то она вот так вот тык-тык-тык-тык, ключик бы ещё найти, так вообще, ну, прикурена такая, курица, курятина, петушатина. Что у нас тут по времени? Наверное, я уже так прилично болтаю. Так, а, да, вот тут это, собачка, Соня. Я помню, в какой-то момент, в общем, он как раз, мамы с отцом разверлись, и библиотекарь дохрена не получали никогда, в смысле, вообще много никогда не получали, и у меня у сестры двоюродные было дофига всяких игрушек, а мама мне сшила сама, и я тогда что-то была как-то собачка, я ещё пёрлась на мультик о собачке Соня, и я сшила себе тоже игрушки. Мама там выигроки делала, я сама где-то там в журналах каких-то таскала. В общем, собачка Соня. Разноухая. Вот, кстати, вот такой материал у меня есть в том мешочке. Вот это была какая-то кофточка, не знаю, у бабушки или что-то такое. Набита она, по-моему, исключительно тряпками. Я вообще забыла, что она существует, вообще как-то разбиралась, я нашла её, думаю, что-то жаба душу покидывает, положила в мешочек. Нашла в другом уже мешочке. Не, я не предлагаю, я не думаю, что кто-то такой фанат меня, что захочет вот это вот, но если вдруг такие есть, то без проблем отдам. Ну, тут всякие эти, я даже шарфики вязала там всякие. В основном на пупсиков из остаток, собирала остатки ниток. Бабушка вязала, мама вязала и делала клубочек. У меня, помню, был какой-то такой свитерок на пупсика. Вообще не знаю, жив ли пупсик или его тетя взяла или вообще, куда он там девался. Но у него был такой свитерочек, из разного цвета, потому что там клубочек был именно из остаток ниток. Вот то, что я тут сама шила. На мини-барби. Тут пакет, по-моему, в основном с одеждой для мини-барби, но вот самих мини-барби я не нашла. Если вдруг, что, у кого есть вот эти маленькие барби, и вдруг надо шмоток, то обращайтесь, Лёля отдаст. Тут какие-то штанцы, юбка-брюки или как-то в этом роде, брюки-юбка, вот еще что-то. Ну, в общем, Лёля шить умела в свое время. Думаю, сейчас, наверное, умеет, только, но как-то все не до этого или лень, или каких-то того. Я вот вчера пуговицу к эйвеновскому платью, которая год назад покупала, эта черная вискоза, пришивала. В результате я тупо просто так плюшила от руки фиолетовыми нерками. Мне как-то было лень черный искать. Ну, там бусина была вообще сиреневая, почему бы нет. В общем, вот такое у меня видео, если вам было интересно и вы досмотрели до конца, то он, конечно, позитив. Если вам интересно про вот этот барахло, остальное, то там напишите камень, ну, так же, если будет даже один человек, то я засниму видео. Ну, и спасибо за просмотр, что досмотрели до конца, это все снимала. В общем, до новых встреч, постараюсь, ну, иногда снимать видео. Там еще у вас какие-то запросы, тоже постараюсь по запросам тоже снимать видео. Всем пока!